Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Мы проводим очередную передачу, мероприятие Управления научной работы. Сегодня мы проводим презентацию одного из научных подразделений нашего института, а именно Центра социологических исследований. Его руководителем является Анатолий Владимирович Круев. Доктор философских наук, профессор. Он немного расскажет нам об истории создания этого Центра, о его самых значимых проектах, о результатах. И также осветит вопросы о возможности участия наших аспирантов, студентов, магистрантов, наших обучающихся в работе этой лаборатории. Мы с вами работаем, как обычно, и в Зуме, и на Ютубе. Поэтому, коллеги, кто в Зуме, пожалуйста, поднимайте руку, чтобы задать вопросы к Анатолию Владимировичу. Те, кто смотрят нас на Ютубе, ваши вопросы мы ждем, как обычно, в чате. Им тоже на них обязательно ответим. Поэтому, если никаких замечаний по порядку ведения нет, давайте начнем. Итак, Анатолий Владимирович, вам слово расскажите немного о вашем Центре, как он появился, чем занимается. Пожалуйста. Спасибо, Мария Александровна. Значит, ну что ж, я вкратце изложу, как работает наш сын, когда он был создан. Значит, создан он не был случайно, поскольку у нас уже были наработки серьезные по проведению исследований. Ну и потом руководство сочло необходимым – это организовать уже как Центр, чтобы наши исследования носили более системный характер, и можно было, в общем-то, получать различного рода заказы. И вот 2 сентября 2019 года этот Центр был открыт. Ну и мы начали сразу нашу работу, поскольку уже была определенная готовность. Вот, нас всего двое. Я и доцент Лешко, Светлана Всеводна, наш ведущий специалист. Значит, ну и теперь вот конкретно, что предполагает, какую работу наш Центр. Ну, во-первых, цели, как всегда, мы начинаем. Это проведение комплексов социально-политических исследований, это реализация прикладных научно-исследовательских работ по заказам органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и так далее. Ну и потом популяризация, в общем-то, результатов научно-исследовательской деятельности. Ну, из этого вытекают, собственно, и задачи нашего Центра. Это подготовка информационно-политических материалов на основе результатов проводимых социологических исследований. Это прогнозирование по актуальным социально-политическим проблемам. А также разработка рекомендаций по совершенствованию системы социального управления, но и по другим, в общем-то, направлениям в зависимости от тематики исследования. Поскольку на рекомендации действительно обращаются очень серьезные внимания, собственно, ради чего и проводятся исследования, чтобы разработать рекомендации и представить заказчику, который мог бы на практике это реализовывать. Вот еще что? Ну, социологический анализ и разработка инновационных технологий, сервисов для активизации и включения граждан там в управленческие процессы. Ну, и далее это проведение консультаций, рекомендаций для представителей исполнительных органов власти, бизнес-структур и по другим актуальным проблемам. Ну, а также следует добавить, что мы, в общем-то, выполняем поручения директората. Это наши как бы внутренние исследования. Ну, и вот мы с 2019 года проводим мониторинговое исследование. Это связанное с исследованием внутренних и внешних финансовых и не финансовых инструментов мотивации наших преподавателей в нашем институте. Значит, вот это мы уже проводим несколько таких исследований. На данном этапе мы такое исследование проводим. Но в основном, конечно, это вот те исследования, которые мы получаем в результате грантов, в результате заявок и по другим каналам. Это вот те основные социологические исследования, которые мы проводим для наших внешних заказчиков. Ну, они, как правило, я скажу, что, в общем-то, финансируются, и это, в общем-то, создает основу для нашей деятельности. Ну, я назову некоторые из них, потому что вот наиболее такие, ну, существенные, можно сказать. Значит, это вот социологическое исследование состояния преступности в Санкт-Петербурге. Криминологический и социологический анализ и прогноз. Значит, это было проведено по заказу Комитета по вопросам законности, права, порядка и безопасности в рамках государственного контракта. Мы выступали на конкурсе и получили вот этот контракт. Я скажу, что данное исследование было, ну, достаточно сложным, поскольку здесь мы анкетировали и непосредственно жителей Санкт-Петербурга, ну, и проводили экспертный опрос вот с различными, в общем-то, представителями, непосредственно касающимися органов безопасности. Ну, вот, со следственным комитетом проводили, с институтом следственного комитета есть таковой. Вот это были очень интересные, в общем-то, наши экспертные опросы, где мы получали вот очень важную непосредственную информацию. И обобщая вот материалы анкетирования по гражданам нашего города, мы тоже получили большой материал. Ну, и на основании этого анализа мы провели и сделали большой отчет. Вот у меня на 300 страниц, наверное, этот отчет аналитический подготовлен. Со схемами, с данными, там, с таблицами, с выводами, с рекомендациями и так далее. Я скажу, что это одно из таких, в общем-то, ну, достаточно емких исследований было. Ну, и оно пользовалось, в общем-то, пользоваться определенной популярностью среди, ну, определенных кругов. Значит, вот это исследование, которое, в общем-то, мы провели. Ну, еще могу назвать, что это социологическое исследование называется «Социальные ценности моделей поведения обучающихся Ленинградской области в контексте образовательной среды». Значит, заказчиком у нас здесь был это Комитет по образованию Ленинградской области и ЛАИРО – это Ленинградский центр образования и повышения квалификации. Значит, вот здесь мы тоже проводили достаточно такой емкий, в общем-то, опрос анкетирования по Ленинградской области. Но здесь, в основном, мы анкетировали обучающихся, вот, в разных школах Ленинградской области. Ну, в чем здесь была проблема? Ну, надо было, в общем-то, мы где-то по шести районам проводили. Ну, и вот были выделены специальные учебные заведения, школы, где, в общем-то, это исследование проводилось. Но здесь вот что интересно, что мы, в общем-то, подключали наших студентов для проведения опроса. Потому что сейчас вот мы проводим онлайн-опросы, а вот в тот период, это было в 2018 году исследование проведено, пришлось подключить наших ребят. Ну, и надо сказать, что они с интересом работали, они уже, мы определяли заранее, в какие школы они поедут, как их там встретят. Ну, и вот очень, так сказать, им понравилось, потому что где-то их сверстники были. Вот, и поэтому у них интересное взаимопонимание было, я бы сказал. Ну, вот, так что вот это тоже исследование тем, наверное, отличалось. Затем, что еще? Да, и мы еще использовали вот это исследование с целью, ну, определенного, так сказать, определенной рекламы нашего института. То есть это как бы вот такое двойное назначение. Вот, исследование было завершено, были даны, в общем-то, рекомендации. Ну, и вот это тоже было отражено в наших публикациях. Я выступал на конференциях по этому исследованию. Вот, поэтому здесь вот это исследование. Ну, еще мы проводили мониторинговые различного рода исследования, вот, которые тоже, в общем-то, давали нам достаточно интересный результат. Ну, опять же, вот по Ленинградской области, по заказу комитета по образованию, мы проводили исследование на тему. Исследование профессионального самоопределения обучающихся Ленинградской области в условиях современного рынка труда. Значит, что здесь было важно для нас? Определить степень готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. Мы выявили профессиональные предпочтения обучающихся, рассмотрение влияния профработы Ленинградской области на выбор профессии, готовность обучающихся получить среднепрофессиональное образование. Но вот я скажу, что мы сейчас сопоставляем результаты, и что интересно, что вот в 2018 году где-то примерно 87-90% старшеклассников мечтали поступить в высшеучебное заведение. Что же касается среднепрофессионального образования, то там процент был небольшой. Вот сейчас картина совершенно изменилась. Мы еще получим эти результаты, вот последние, по нашему последнему исследованию, но по предварительным исследованиям уже где-то не 87, а примерно 65% мечтает поступить в высшеучебное заведение. И увеличилось значительное количество ребят, которые вот собираются поступать в среднепрофессиональное образовательное учреждение. Значит, вот это вот тоже любопытное было исследование. Ну, на данный момент мы тоже, в общем-то, проводим исследования, связанные и, опять же, именно с образовательными организациями, учреждениями. Вот. Ну, проблема еще заключается, видимо, в том, что в отношении желающих, в общем-то, заказчиков, потому что, когда участвуешь в конкурсе, то, естественно, что не всегда он, может быть, удачно получается, поскольку желающих участвовать достаточно много. Но у нас есть определенный опыт, мы уж как бы знаем, на что сделать акценты, но, тем не менее, вот на конкурсной основе не всегда это получается. Но, тем не менее, каждый год мы проводим исследования. Вот. Еще, помимо вот такого непосредственного социологического исследования, на наш центр активно участвует конференция. Вот я скажу, что буквально за последние, наверное, там, ну, где-то два года, это примерно, мы участвовали в 15-18 конференциях. Вот. На этих конференциях мы докладывали о результатах наших исследований. Ну, исследования мы проводим многогранные, не только, в общем-то, такого рода эмпирические эмпири, это необходимо для теоретического анализа. Но мы участвуем, мы, в общем-то, в различного рода теоретических разработках, которые тоже очень важны и, в общем-то, востребованы для развития вот науки как таковой. Вот. Я не буду, наверное, здесь подробно останавливаться на этих конференциях, потому что они здесь многообразные. Это, в основном, вот международные конференции, да практически во всех конференциях, в которых участвовали, носят международный характер. Ну, вот как раз уже вот второй год мы проводили по такой конференции «Женщины на государственной службе». Вот. И в этом году мы тоже участвовали в этой конференции. Весьма, в общем-то, интересная была конференция, и мы представили, в общем-то, там свои результаты. Но я, в частности, выступал в динамике гендерной идентичности в аспекте традиционных ценностей. Ну, в современных условиях это очень актуальная проблема по гендеру. Вот. Поэтому здесь вот мы, как говорится, акценты тоже расставили. Вот. Затем еще большая работа, которую мы проводим, это вот публикации. Ну, то есть это и на основе наших разработок, и теоретические работы, которые, в общем-то, имеют тоже существенную роль для нашей научно-теоретической базы. Потому что ведь любое исследование, оно имеет как бы и хорошую теоретическую базу, теоретическую основу, концептуальный подход. Вот. Иногда молодые наши вот аспиранты говорят, вот мы проведем сейчас исследование, мы опрос сделаем. Ну, и что? Сначала же надо разработать определенную концепцию, то есть определенную основу, теоретическую основу, базу. И на этой основе уже разрабатывается и методология, и потребность в конкретных эмпирических данных. Вот. Поэтому здесь вот как раз важно именно иметь вот эту теоретическую базу, чтобы вот и наших аспирантов посвятить именно вот в эту теорию, для того, чтобы они здесь более глубоко осознавали ту тематику, по которой они работают. Вот. Что касается перспективы, вот мы не останавливаемся на том, что мы сделали, что мы делаем. Вот. В настоящее время я веду определенные переговоры с одним из муниципальных образований Ленинградской области. Как раз вот там тоже проблемы, связанные с проектами развития, социальными проектами, экономическими, ну, в большей степени социально-экономическими проектами развития вот этих вот муниципальных образований. Ну, и там целый ряд еще других проблем, которые интересуют наших заказчиков, руководства этих муниципальных образований. Значит, бывают такого рода еще вот заказы, прочитав или где-то получив информацию, к нам обращаются. Вот буквально в марте к нам обратилась компания «Газпроминвест» по исследованию социально-психологического климата с целью оценки удовлетворенности персонала производственным процессом. Вот тоже любопытно. Я не знаю, как это у нас получится, поскольку здесь много тоже желающих. Но, по крайней мере, вот, видимо, получив информацию о том, что мы занимаемся исследованиями мотивационной составляющей, вот это, видимо, получив данную информацию, к нам обратились. Следующее направление – это вот участие в различного рода грантах. Ну, это тоже вопрос такой серьезный, вот, и не всегда с грантами вопрос получается. Но, тем не менее, по грантовской работе нужно, конечно, осуществлять все эти попытки, что, собственно, и делаем. Вот, но в настоящее время есть у нас грант РФФИ, называется «Оценка надежности и валидности результата смешанного типа исследования». Но здесь мы совместно с Социологическим институтом Академии наук по нашему филиалу в нашем Санкт-Петербурге проводим вот это исследование. Ну, здесь еще есть определенные наметки, определенные предпосылки подавать на гранты и по другим, в общем-то, направлениям. Поэтому здесь вот работа, я бы сказал, такая достаточно разнообразная, многообразная и не сводится, конечно, только к какой-то империи, поскольку, как вкратце вот я обрисовал, здесь, в общем-то, складывается проблема, связанная и с теоретической базой, с теоретической основой, с разработкой практических рекомендаций и так далее. Вот это вкратце, в чем заключается работа нашего Центра социологических исследований. Еще я вот что хотел сказать. Значит, мы очень были бы рады и всегда рады, когда к нам обращаются наши студенты и тем более аспиранты для того, чтобы как-то поучаствовать в нашей работе и получить какие-то навыки определенные. Вот в прошлом году у нас проходили практику, несколько студентов проходили производственную практику на базе нашего Центра социологических исследований. Ну вот, это как раз тоже хорошая перспектива. И не менее хорошая перспектива – это вот когда поучаствовать вот непосредственно в социологических исследованиях. Ну, здесь какая задача? Ну, как бы набить руку по проведению этих исследований, периодических по обработке этих данных и так далее. Но помимо этого, в общем-то, это и непосредственно, что касается конкретной тематики, которой вот каждый из аспирантов занимается, здесь тоже, в общем-то, хорошая польза, поскольку вот методологические подходы к исследованию, они, наверное, вот наиболее важные. А здесь как раз вот мы на это обращаем тоже внимание серьезное. И разработка методологии много очень значит. В этом отношении мы тоже, в общем-то, готовы привлекать и готовы помочь вот нашим студентам и особенно, конечно, аспирантам. Ну, вот поскольку наработаны у нас и материалы, и эмпирийский, и теоретический, и всегда мы с удовольствием можем оказать эту пользу. Поэтому неважно там у каждого как бы своя тематика, но, как я уже говорил, есть вот какие-то общие методологические, концептуальные подходы к исследованию. Вот здесь как раз тоже наш центр может оказать, в общем-то, ну, соответствующую пользу. Поэтому вот кто нас слушает, то вот, пожалуйста, надо обратить внимание, мы как бы доступны, обращайтесь, и можем вот в этом отношении помочь, поддержать. Ну, и если есть желание, вот в целом ряде исследований, когда можно даже поучаствовать. Конечно, это нечасто бывает, но, тем не менее, можем привлечь непосредственно к тем исследованиям, которые вот мы проводим и будем проводить. Это здесь не просто даже набить рук, а именно вот получить такую, ну, достаточно емкую информацию, и, как я уже говорил, именно такую металлургическую основу, металлургическую базу для исследования. Вот, так что я вас с удовольствием приглашаю для нашего совместного участия, вот в деятельности нашего центра социологических исследований. Ну, вот вкратце, что я хотел сказать. Пожалуйста, если есть какие вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое, Анатолий Владимирович, за исчерпывающую информацию, презентацию работы центра. Коллеги, есть вопросы? Если есть вопросы, то вы можете задать их голосом. Да, можно. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Балашов Дмитрий Евгеньевич, руководитель службы психологической поддержки нашего института. Скажите, пожалуйста, вот в свете определенных событий в Казани, сейчас руководство института заинтересовано провести некое социально-психологическое изучение климата в студенческих коллективах. Насколько ваш центр мог бы помочь в этом отношении? Работа-то очень большая, потому что объемы большие. Ну, как большие? Вот в ФСПО, например, там около тысячи студентов. Понятно. Но это как вот инициативное исследование или востребованное? Это востребованное такое исследование, которое мы сейчас так по факту начинаем, да? Да. Но мы его будем проводить на первокурсиках ФСПО с учетом того объема знаний, что ли, и практики, которые у нас имеются. Но если бы, например, удалось поучаствовать в ваших каких-то подобных исследованиях социально-психологического климата, я считаю, что это для нас было бы огромное подспорье, и мы бы свое исследование провели бы гораздо более качественнее и, может быть, даже быстрее. Понятно. Проблема актуальная, проблема интересная, конечно. Но в каком аспекте мы можем подключиться и помочь? Пожалуйста, вы обращайтесь. А вы разработали уже методику исследования? План проведения этого исследования, он уже есть, значит, как личное собеседование, так и тестирование на психологическую устойчивость этих студентов. Но вот пока дальше мы не идем, потому что очень небольшой коллектив, там два человека будет работать, а объем очень огромный. Мы пока хотели бы вот таким образом поработать. То есть в очень-очень ограниченном режиме. Я прошу прощения, у вас получается сплошной опрос всех или выборки все-таки какие-то? Все-таки будут выборки, потому что сплошной опрос всех мы явно не потянем. Мы будем в первую очередь спрашивать у руководства факультета, кураторов и так далее, на кого в первую очередь обращать внимание. То есть предварительный, так сказать, какой-то отбор, условно говоря, будет произведен теми людьми, которые с этими студентами работают. Ну вот я как раз и хотел спросить, насколько значимы и насколько вы занимаетесь, я, может быть, не сначала прослушал, да, насколько вы занимаетесь такими опросами внутри самого института, студенческих и трудовых коллективов нашего института? Ну вот как раз это очень близко к тому исследованию мониторинговому, которое мы сейчас проводим. Это мотивационные факторы, финансовые и не финансовые, факторы мотивации преподавательского состава. Здесь, в общем-то, у нас, конечно, с точки зрения социологической, в основном, анализ, ну и мы изучаем мотивы, ценности, интересы, которые являются побудительными мотивами, мотивационными мотивами деятельности преподавателей. То есть здесь вот где-то, ну, как бы очень близко. Конечно, с точки зрения чистой психологии, это вопрос несколько другой. Но я-то вижу, что вот это исследование, оно носит нечистый психологический характер, потому что здесь, в общем-то, на большей степени, на социальный такой психологический аспект. Вот, поэтому, что касается вот этого данного исследования, мы его как бы сейчас заканчиваем. Ну, и если у вас есть вот потребность и интерес проконсультироваться, ознакомиться, то, пожалуйста, потому что в самом-то уже исследовании мы сейчас аналитику уже готовим. Вот, мы с удовольствием, в общем-то, с вами можем проконсультироваться и дать определенные советы для участия и помочь более конкретно. И те вопросы, которые у вас будут появляться, допустим, разработка программы исследования, да, вот там все должно быть заложено, ведь от этого будет зависеть и результат. И вот даже на этом этапе, в разработке программы исследования, мы тоже можем оказать помощь. Пожалуйста, когда обращайтесь, мы с удовольствием, в общем-то, поможем, подключимся. Я готов буду подойти к вам. Куда это можно сделать? Где вы находитесь, извиняюсь? Ну, пока мы находимся на дистанте, вот, но мне, в общем-то, вот, Марина Александровна вам даст мои координаты. Да, я бы хотела только один момент отметить, может быть, он не прозвучал. Преподаватели изучают с помощью онлайн-опроса, то есть это не личное общение, а онлайн. Поэтому, как бы, если у вас онлайн приветствуется, да, разрешен в рамках ваших задач, то это, наверное, многие проблемы снимет с точки зрения охвата, потому что онлайн, конечно, проще. Вот, ну, опять же, как правильно сказал Анатолий Владимирович, все зависит от цели и задач исследования, потому что, как мы знаем, каждый метод предполагает свои ограничения в этой части. Анатолий Владимирович, а можно вот несколько слов, может быть, вот, ну, в рамках истории ваших, вообще, исследований? Вы же и студентов тоже исследовали, расскажите несколько об этом. Да, со студентами пришлось работать, и вот до этого центра мы очень много проводили в рамках нашего института. То есть, организация учебного процесса, отношения к учебе, вот эти вещи. К учебе, их интересы, их активность, то есть, мы здесь, в общем-то, как бы делали корреляцию и не только с чисто учебными результатами, но и вообще жизнедеятельность студента, вот, особенно их ценности и интересы, их, так сказать, занятия внеучебной, там, работе и так далее. Здесь очень широкий спектр был, очень широкий. И потом, это проблема, которая сейчас очень существенно и важна. Да, да, вот важный еще момент, это обязательно какой-то блок мы по патриотизму проводили, то есть, опрос по патриотизму. Вот здесь вот как раз было обнаружено, ну, очень слабое знание, слабое знание и история, это факт известный. И особенно, в общем-то, сейчас, как бы, вот акцент делается на вот эти, как бы, в отношении войны, то есть, поскольку идет процесс размывания, переформатируется сознание среди молодежи, исчезает тот круг уже, в общем-то, ветеранов, которые участвовали, очень даже сокращается. Поэтому вот здесь вот мы, как бы, акцент на это делали. Ну, а что касается вот непосредственно вот этих студентов, которыми вы хотите проводить, здесь тоже должна быть достаточно более многогранный подход. То есть, ведь мы тонкими методами должны работать, не лобовые там какие-то опросы, даже вот онлайн-опросы, а именно с тем, чтобы получить именно ту исходную информацию, которая нам необходима. Она не прямолинейно дается. И вот особенно со студентами мы всегда, в общем-то, ну, как бы, такие делали подходы, опросник, анкеты, анкеты, где, в общем-то, мы, как бы, выявляли вот различного рода корреляции, корреляционный такой анализ. Вот в этом суть главная заключается, наверное. Поэтому тот опыт, который у нас есть, конечно, его можно использовать. У нас там и отчеты, и все прочее имеются. Я думаю, фокус-группы можно использовать. У нас тоже большой опыт работы фокус-группами. Фокус-группами, конечно, работали. Это, наверное, самый такой, самый наиболее, наверное, эффективный метод, потому что респонденты раскрываются на фокус-группах. И вот здесь вот как раз они говорят то, что у них на душе, то есть излагают. Это всегда, я не помню, чтобы где-то скованность была, всегда разговариваются. Ну, иногда раз и по четыре, по пять часов проходили эти фокус-группы. Ну да, была дискуссия. Еще один пример можно, да? Конечно. Сейчас, буквально немного. Вот сейчас, в настоящий момент, мы проводим подобную работу на факультете таможенном, где по просьбе руководства факультета мы проводим социометрию. Она не предусматривает какой-нибудь большой и серьезной корреляционной там работы, анализы и так далее. Мы просто выясняем некий статус каждого студента и взаимоотношения их внутри группы. Работа большая, порядка трехсот человек. И так для сведения 50%, примерно 50% реальная работа со студентами в аудиториях. То есть, приходим, раздаем им опросники и 50% это через интернет. Это с теми, кто по каким-либо причинам не может присутствовать в данный момент вот здесь в группе. Вот эта социометрия сейчас ведется, она достаточно такая стандартная. Она не очень наукоемка, но она очень статистика большая. Ну, по таблицам можно как бы зафиксировать. Это надежный, это надежный способ, конечно, социометрический анализ. Очень надежный. Антонич, можно вопрос такой, может быть, более широкий. Отойдем немножко от проблем нашего института. Вам как к эксперту, да. Как вы думаете, какие направления социологии, да, какие социальные проблемы, ну, будут выходить на первый план? То есть, что станет вот таким передовым краем социологических исследований? Ну, я в данном случае тоже к аспирантам как бы апеллирую. То есть, где будут точки роста? Потому что мы знаем, что многие проблемы, ну, в том числе, которые мы сейчас обсуждаем, мотивация, значит, психологический климат и так далее, ну, вещи такие, по всему уважению, все-таки понятные и стандартные. Вот. А какие инновационные, такие неожиданные вещи могут выскочить? На что нужно обратить внимание? Где вот будут точки прорыва, с нашей точки зрения? Именно с точки зрения проблем. С точки зрения прорыва, конечно, рвется там, где тонко. Да-да-да. Вот. А тонкого, конечно, много. И появляются эти проблемы, вы понимаете, вот предугадать очень сложно. Потому что, смотрите, это вот и социальные проблемы, которые как бы сбиваются вот теми социальными мероприятиями, которые у нас широко проводятся. Но все-таки глубинных вопросов они, в общем-то, не решают. Поэтому определенные элементы социальной напряженности, у нас, так сказать, вот сейчас где-то такое затишье, но вообще-то мне кажется, что вот эти элементы социальной напряженности, они могут моментально проявиться. Хотя надо отдать должность, что все-таки наши граждане достаточно, в общем-то, спокойно на много реагируют. Но идет большая подспудная работа, как вы знаете, различных там западных НКО там и прочее, где подогревается эта ситуация, где они там подогреют. Хотя на это не очень вот чем-то реагируют, но тем не менее вспышки бывают. Поэтому я считаю, что именно будет вот такая, конечно, социальная проблематика, определенное как бы социальное прогнозирование развития тех или иных ситуаций. Ну вот, и, наверное, предпосылки связаны где-то с определенной такой социальной напряженностью. Она все-таки, я считаю, что существуют достаточные причины, и она может проявиться. Нельзя сейчас успокаиваться. Она может проявиться. Ну и потом там целый ряд факторов. Это удорожание, и потом вот такая тоже напряженность, которая создается со стороны западных государств, я имею в виду, бряться не там и оружием, и окружение, так сказать, военными базами со всех сторон. И больная точка – это, конечно, Украина, где тоже всегда идет какая-то подпитка вот этой напряженности. Поэтому, мне кажется, это. Но именно та социальная проблематика, это те социальные проблемы, которые вот объективно имеют место, и могут быть какие-то вот прорывы. Поэтому всегда надо предупреждать. Упреждать, я бы сказал, упреждать. Если проводить исследование, то вот именно с точки зрения социальной такой проблематики, я конкретно не могу сейчас назвать эти темы проблемой, но именно социальные проблемы будут возникать. То есть, можно сказать, что стоит вернуться к хорошо забытым вопросам социального прогнозирования, да? Да, да. И, к сожалению, мы сейчас не читаем курс по основам социального прогнозирования. Когда-то, помните, читали пятому курсу на государственном муниципальном управлении. Был очень хороший курс. То есть, прогнозного мышления, такого упреждающего, наверное, немножко не хватает. Вы совершенно правы. А что касается, вот мы же это учебное пособие подготовили, вы знаете, я вот буквально недавно к нему обратился. Ну, мне надо было читать там... Это 90-е годы, по-моему, или начало 2000-х. И вы знаете, и методика там, в общем-то, классная работа, да? И тот материал, который есть, я даже удивился, потому что пересмотрено много литературы было, но вот это очень удачная у нас была работа. Поэтому вот социальное прогнозирование – это будет актуальная проблема. Так что, если возникнет какая-то проблема, конечно, мы должны вернуться вот к нашим наработкам, которые мы делали. Ну, сейчас это называется красивым словом «форсай-сессия», хотя мы, на самом деле, знаем, что это и социальное прогнозирование. Ну, как бы не называть, можем по-разному, но самое главное, что у нас есть хорошая база. Анатолий Владимирович, у нас есть вопрос в чате, спрашивают, в каком году было исследование, связанное с преступностью, с криминогенной обстановкой? 17-й, 18-й. 17-й, 18-й год. Спасибо. Есть вопрос, или я продолжу мучить Анатолия Владимировна? Вы хотите задать вопрос? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Здравствуйте, сейчас у меня со связью небольшие неполадки. Меня слышно, да? Да, хорошо слышно, пожалуйста. Позвольте представлюсь. Зовут меня Мардвинов Константин. Я являюсь директором Центра исследований проблем общественной безопасности и правопорядка. И, в принципе, являюсь определенным медиатором между, так сказать, силовым блоком для отстрачивания его с нашим вузом и с наукой в целом. Поэтому занимаюсь всеми вопросами, связанные по проведению всевозможных исследований, в том числе и социологических, на перспективу для силовых блоков и различных структур, в том числе и по инициативе, так сказать, нашего подразделения и, соответственно, по заказам со стороны заказчиков. У меня такой вопрос к вам, Антон Владимирович. Скажи, пожалуйста, то исследование, которое проводилось по заказу Комитета безопасности, оно в каком году происходило? Вот я говорю, что оно проходило у нас в 2017-2018 году. Понял, спасибо. Потому что вот недавно был опять конкурс, и, соответственно, в этом конкурсе победил университет МВД, и подобное исследование, к сожалению, от нас ушло, и будут проводить они. Нашего центра тогда еще не было, поэтому хотелось бы тоже активно поучаствовать в этой проблематике, и, наверное, призываю к нашему уговорному совместному сотрудничеству, потому что по многим вопросам мы будем к вам обращаться, наверное. Пожалуйста. С нашей стороны помощь тоже всевозможная будет оказана, ну, что касается соответствующих компетенций по взаимодействию с органами. Хорошо. А вы знаете, реплика небольшая. Мы, в общем-то, победили тогда университет МВД. Они, правда, не очень этому были рады. Но вот именно мы победили, мы выступили на этом конкурсе, и было непросто, в общем-то, победить. А теперь, да, они, в общем-то, и до этого, в общем-то, всегда в этих конкурсах были первыми. Ну, и сейчас. Я знаю, я знаю об этом. Профильный ВУЗ. Кому как не им побеждать? Конечно, им карты в руки. Я предлагал совместные исследования, потому что, ну, между нами говоря, они сами, в общем-то, мне говорили, что касается анкетирования, что касается экспертного опроса, что касается фокус-групп, но они, как бы, не очень этим владеют, а приглашают, как правило. На аутсорсинг отдают. Да, на аутсорсинг. Вот, кстати, сказать, можно вот в этом плане. Они будут и на следующий год, в общем-то, подавать. Можно с ними где-то действительно совместное такое исследование проводить. Это очень интересное, глубокое и нужное исследование. Я сейчас как раз-таки занимаюсь тем, чтобы из определенного рода конкурентов университета МВД перевести в статус партнеров именно как раз в развитии ваших мыслей. Тоже, так сказать, налажены. Мы хотим не только по этим вопросам, но и по многим другим контачить. Уже имеется ряд конференций, совместно проведенных, несмотря на то, что наш центр создан в марте этого года. Но уже и на баскинских чтениях мы заявились и свою секцию организовали. Туда также были приглашены преподаватели из университета МВД. То есть, в принципе, контакты налаживаются. Я думаю, что должны мы, так сказать, в конгломерате определенном, так сказать, работать и пользоваться, безусловно, опытом всех присутствующих лиц. Я хотел бы попросить тоже ваши контакты обязательно не записать, потому как 100% уверен, что мы будем вместе взаимодействовать. Марина Завановна, тогда... Да, я всех обеспечу контактами. Я хочу сказать в плане, так сказать, рекламы, что мы теперь читаем нашим юристам на бакалавриате курс, который называется «Социология права». Недалее, как сегодня, юристы первого курса защищали проекты социологических исследований, послуженные разным проблемам. Например, они изучали контрафакт. Они изучали вопросы, связанные с домашним насилием, актуальная проблема, с отношением молодежи к политической жизни, ну и так дальше. Я к тому, что, конечно, юриспруденция, социология, это очень такие, ну, взаимообогащающие науки, скажем так. Так, у нас вопрос в чате, Анатолий Владимирович. Значит, где почитать книжку про вот ваше исследование по правовому вот этой ситуации, по криминогенной? Где найти? Я сдавал в нашу библиотеку. Это, в общем-то, как бы отчет большой. И я эту книгу сдавал в нашу библиотеку. То есть бумажный вариант можно там найти? Да, да, да. И второй вопрос здесь. Каким образом проводится обработка данных? То есть привлекаются ли тоже какие-то люди на аутсорсинг? Какими программами пользуетесь при обработке данных? Вопросы же большие, поэтому вопрос такой актуальный. Система СПСС, но надо отдать должное, что вот наша коллега Лешкова Светлана Всеволодовна, она классный специалист в этом отношении. И здесь, в общем-то, она очень такую емкую профессиональную работу проводит. Ну, иногда приходится, но редко. Когда большое какое-то исследование, и нам когда сложно справиться, то мы, в общем-то, на аутсорсинг обращаемся. Но в основном вот то, что мы сейчас проводили, она справляется. Своими силами. Ну, обращаясь опять же к аспирантам, программа СПСС есть лицензионная в институте, и, собственно, она доступна, можно пользоваться. Если возникают вопросы с обработкой данных, как бы их можно решить. Анатолий, продолжим разговор по поводу все-таки тематик. Вот сегодня очень много говорят о влиянии интернета, о том, что, значит, молодежь теряет, что называется, возможности контакта. И вот меня лично тоже очень интересует вопрос. Ваши оценки перехода нашего в дистант как социолога, да? То есть вот мы год практически отработали в дистанте. Какая ваша позиция социологическая, да? Какие социологические проблемы, наверное, в том, что вот мы сейчас ведем, частично продолжая вести учебный процесс в дистанции. Вот как влияет вот это электронное учение на качество образования? Ваша экспертная позиция? Вот экспертная позиция, мое мнение, это одно. Но вот мы сейчас проводим анкетирование и поставили вот ряд вопросов, касающихся оценки страны преподавателей, вот это дистанционные формы обучения. Я прямо скажу, что это, конечно, нет хорошей жизни, потому что это не полноценное обучение. Но коль мы попали вот в эту сложную ситуацию, это, конечно, был выход нормальный. Но в редких случаях или иногда, конечно, можно использовать в рамках проблем доступности там или еще что-то, но вообще это, конечно, не может быть перспективным. Вот буквально я слышал отзывы известных ученых и медиков о том, что вот что касается различного рода вот этих вот презентаций с картинками и прочее, они, в общем-то, не очень-то хорошо действуют на мозги молодых людей, поскольку мыслительная деятельность затормаживается. И ведь когда мы читаем лекции в непосредственном контакте, мы работаем, наша, как говорится, мысль работает, она передается непосредственно студентам, которые заряжаются этим и подключаются к этому процессу мыслительному. Ну а здесь какой? Здесь чисто информационный. Тут из кожи лезть, как говорится, извини за выражение, но как ты можешь, в общем-то, их с точки зрения активизации, мыслительной деятельности активизировать? Вот поэтому здесь, конечно, это мое как бы личное мнение, ну, не только мое, наверное, негативно достаточно, поскольку дистант, он, ну, в каких-то чрезвычайных обычных, в каких-то ситуациях, да, он оказывает помощь с точки зрения получения информации где-то, но в качестве основной, как бы, базы, что ли, образования, ну, вряд ли он будет эффективным. Спасибо большое. Ну, мы уже, вопросы в часе у меня не поступают. Коллеги, у вас вопросы? Ну, если возникнут, вы их зададите. Я такой немножко, как сказать, там, хулиганский вопрос задам. Антонич, вот если бы вам предложили провести исследование, вот появился такой грантодатель, который сказал, я тебе дам денег, вот проводи, что хочешь, какое бы вы исследование провели? Ну, давайте так, три исследования, чтобы не совсем так ограничивать. Вот, вот, три исследования, которые вы бы мечтали провести, вот если бы у вас была такая возможность. Ну, Марина Александровна. Ну, пофантазируем. Да, да, конечно. Ну, как все-таки мы в большей степени связаны, конечно, социальной проблематикой. Я вот провел бы, например, опрос по отношению нашего населения вот к той сложившейся внешней обстановке, которая сейчас существует. Вот, и определение их позиции. Потому что подволь, в общем-то, вот мы так все думаем, что вот, да, все единым порывом, как бы, да, могут поддержать, быть гражданами, патриотами и так далее. Но вот, когда копнуть поглубже, я имею в виду, использую разные, как бы, методики, вот, это, как бы, проверка вот на эту гражданственность, что ли, патриотизм, поскольку это очень важно. Ведь дело в том, что сейчас проблема-то заключается не в том, что мы боимся атомной войны, именно в том, что идет переформатирование сознания. Так вот, определить степень, уровень переформатированности этого сознания очень важно. Притом идет дифференциация разных категорий населения. Мы даже не догадываемся, но вот именно вот такого рода, как бы, анализ делать, исследование по поводу определения граждан, вот к тем событиям, которые сейчас происходят, и насколько, в общем-то, они, ну, патриотичны, насколько они гражданственны. Это одно, а еще два? Одно исследование. Кроме патриотизма, что бы вы еще поизучали? Вот, второе исследование я бы провел такое, если бы у меня появилась такая возможность. Значит, это уровень отношений по ценностям, ценности, ценности, это социальные ценности, потому что это близко где-то, но дело в том, что социальные ценности в настоящее время, они тоже, в общем-то, деформированы. И определить именно те базовые ценности, которые сейчас вот присутствуют. Ведь, вот смотрите, Марина Александровна, вы хорошо знакомы с этой гендерной проблематикой, но она не затрагивает нашу страну, да? Вот я имею в виду трансгендеры там и все прочее. У нас какое отношение, вот замер сделать, да? Отношение к трансгендерам. Вот как вы думаете, какой процент негативно ответит на эти вопросы? Ну, я могу сказать, что студенты мои и это тоже изучали. Ну, не совсем трансгендерность, они изучали гомофобию. Вот, и они пришли к выводу, ну, у них, конечно, выборка была, естественно, тоже своя, молодежная. Они сказали, что не так уж сильны гомофобские настроения, во всяком случае, в молодежной среде. Поэтому я думаю, что и трансгендер тоже, ну, это зависит, конечно, от социальной группы, от возраста, от места проживания и так далее. То есть я думаю, что молодежь мегаполисов, ну, не то чтобы совсем толерантна, но так, относится с пониманием к трансгендеру. А если мы пойдем куда-то поглубже в страну, да, в регионы, и народ постарше, там, наверное, будет гораздо более такое негативное отношение. Ну вот, и, конечно, проблема вот тут связана, конечно, с толерантностью. Да, толерантность, да. Да, толерантность. Вот это тоже интересное преобразование, тут серьезные переформации в нашем сознании происходит. Вот здесь тоже можно как бы более углубленно на основе этого. Ну, это две проблемы как бы взаимосвязанные. Вот. И потом, ну, это не такой, может быть, теоретический глубинный вопрос, то есть реакция нашего населения на те социальные процессы, которые сейчас происходят. Я имею в виду, я имею в виду то, что вот мы вышли вроде или выходим из этого, из этой пандемии, вот, и с каким, в общем-то, сознанием люди выходят из этого, то есть насколько угнетенно или нет, или более просто перенесли, или их что-то беспокоит и так далее. То есть как бы вот этот посттравматический период, вот, насколько, в общем-то, он повлиял на самочувствие, на состояние населения. Потому что это пока вот так говорится, маски, вот маски, проще там, есть подобного рода исследования проводятся, но вот таких более, ну, я бы сказал, не то, что более глубинных, но тем не менее, мы ведь не знаем, как люди пережили, каково их состояние после этого, каково их социальное, в общем-то, социальное состояние, социально-психологическое состояние. Вот это вот тоже как бы та проблема, которая требует... Да, кстати сказать, вот Сердюков, которого вы знаете, да? Да, да, знаю. Представил мне сегодня презентацию, он вот тоже где-то проводил исследование, именно, я еще глубоко не посмотрел, именно связанную вот с состоянием пандемии среди населения. Он там по поводу того, в какой степени, в общем-то, они отреагировали, и солидарность, вот, то есть солидарность перед пандемией. Вот это интересно, да, Мария Александровна? Да, да, конечно, потому что мы знаем о волонтерстве, которое развивалось с помощью, да, и солидарность, конечно, социальная. Солидарность у людей проявилась. Или каждый там у себя сидит в квартире и ухом не дует, да? Или, так сказать, вот в какой мере поддержка. А ведь очень много сейчас фактов, случаев было, когда люди действительно помогали. Вот это вот тоже как бы, вот это важное тоже исследование, то есть измерение солидарности в период пандемии и пост-период. Вот это исследование. Понятно. Ну и, наверное, последний заключительный вопрос. Насколько полон портфель вашего центра, да, вот, и какие исследования перспективные вы видите? Ну, я понимаю, что мониторинг настроений среди преподавателей будет продолжаться. Исследование ценностей, наверное, тоже будет продолжаться. А еще есть какие-нибудь проекты, которые вот в ближайшей перспективе будут реализованы? Марина Александровна, пока, как говорится, он наполняется. Ну, вот, как говорят, стакан наполовину, как там, я уже забыл, наполнен наполовину или... Пуст. Или... Да, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Да, у нас наполовину полон. Да, вот так. Ну, да, есть, есть. Я сейчас веду там переговоры, в общем-то. Ну, и потом, конечно, участие в различного рода конкурсах. Ну, как вы сами знаете, что участие в конкурсах – это, в общем-то, дело хорошее. Но здесь очень много факторов, не буду о них говорить, когда это затрудняет. Затрудняет. Да. Но я не успокаиваюсь. И все равно будет портфель. Я так понимаю, что вы работаете в режиме, так сказать, гибком. То есть, когда появляются дополнительные работы, вы просто привлекаете людей. А когда они, значит, завершаются, то, соответственно, вы работаете дальше. Да, да. Над осмыслением уже сделанного. Два человека, конечно, это немного. Но вот у меня хорошие коллеги. Коллеги, есть ли у нас еще вопросы к Анатолию Владимировичу? Ну, тогда, поскольку мы уже давно работаем, не будем утомлять наших слушателей. Значит, я обещаю всем заинтересованным лицам выслать контакты Анатолию Владимировичу. Надеюсь, у нас получится интересное сотрудничество и в плане социальной психологии, и в плане криминогенной обстановки. И, опять же, обращаясь к нашим уважаемым обучающимся, особенно в первую очередь, что двери центра для вас открыты, вам окажут, прежде всего, методологическую помощь, которой явно не хватает. Потому что, ну, это, наверное, самое сложное в исследовании, правильная методология. Поэтому большое всем спасибо за участие. Завтра мы проводим презентацию еще одного нашего научного подразделения. Это лаборатория прикладного политического анализа нашего факультета международных отношений и политических исследований. Время тоже. Так что ждем вас на наше следующее мероприятие. Всем большое спасибо. Продолжение следует...